Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о ноте на акции золото добывающих компаний, которая дает безусловный купонный доход. То есть вообще никаких условий, 10% годовых в долларах, в валюте. Шикарная штука и, на мой взгляд, это очень хороший продукт прямо вот сейчас для инвестирования. Итак, что это такое? Например, отзывная нота на корзину компаний с гарантированным купоном. Это такое вообще крайне редко бывает. Гарантированный купон. Что это такое? Смотрим. Ну, естественно, корпорация открытия. Нота автоотзывная с гарантированным купоном. Срок 3 года. Валюта доллары США. Минимальная сумма инвестирования 10 тысяч долларов США. Площадка оформления фондовый рынок глобал. То есть на международном фондовом рынке она размещается. Базовые активы. Англо-Американ ПЛС. Бэрик Голд Корпорэйшн. Голд Корпорэйшн. Голд Корп Инкорпорэйтед. Гленкор ПЛС. Саузерн Коппер Корпорэйшн. Ежеквартальный купон. Потенциально возможен досрочное автоматическое погашение опциона каждые 3 месяца по 100% от номинала. Если на ежеквартальную дату наблюдения все базовые активы выше 100%. И условная защита от снижения базовых активов на момент погашения. Об этом немножко позже. 11% годовых. 10,5-11% годовых. Насколько я понимаю 11. Барьер отзыва 100% падает на 2% каждый квартал. Периодичность купонных выплат ежеквартально. Купонный барьер 0%. Что это значит? Это значит, что купон гарантированный. Гарантированно выплачивается. Купон. Нет барьера по купонным выплатам. То есть, купонный доход гарантирован. Что это значит? Это значит, что минимум 30% от стоимости за время существования. Даже если все грохнется, вы получите. Защитный барьер 70%. Это достаточно высокий барьер. Потому что в предыдущей ноте был 50%. Здесь 70% защитный барьер. Первоначальная стоимость. Стоимость акций каждого из базовых активов на момент покупки опциона. Триггеры роста. Смотрите. Anglo-American PLC. Диверсифицированная бизнес-модель как с точки зрения сегментов деятельности, так и с точки зрения географического присутствия. То есть, это глобальная компания и глобальная бизнес-модель. То есть, там есть все. Разнонаправленные частично независимые драйверы для выручки сглаживают волатильность и смягчают риски в среднесрочной перспективе. Что это значит? Это значит, что упало в одном сегменте, поднялось в другом. Упало в одной области, поднялось в другом. И поэтому компания очень сильно диверсифицирована. То есть, стабильно. Baric Gold Corporation. Ну, это вообще крупнейший в мире производитель золота. Основные месторождения, на которые приходится 70% добычи, имеют одни из лучших показателей рентабельности по сравнению со всеми мировыми конкурентами. То есть, золото добывающая компания крупнейшая в мире. Производитель золота. Gold Core Corporation. Разведанных и доказанных запасов золота на 20 лет добычи. Ожидается ввод в эксплуатацию целого ряда рудников в 2019 году. В следующем году. Что существенно увеличит добычу и понизит себестоимость производства. Акции должны вырасти. Glencore PLC. Один из мировых лидеров по добыче меди, цинка и угля. Помимо этого добывает кобальт, никель и железную руду. Компания является вертикально ориентированной. Бизнес-энергетический сегмент. Добыча торговый сегмент. То есть, все есть. То есть, уголь для себя они сами добывают. Southern Copper Corporation. Выглядит устойчиво на фоне конкурентов. Компания имеет низкий долг. Это очень редко. Крупнейший для публичных компаний подтвержденные запасы не меди. Ну, копер, медь. Вы понимаете, основное медь. Значительный ожидаемый рост производства и один из самых низких уровней себестоимости при добыче. Вот, ну, дальше идет описание основных финансовых показателей. Баррик Голд тоже самое. Голд Корпорейшн тоже основные экономические показатели. Ну, то есть, описание каждой компании в отдельности. Триггеры роста золота. Все компании работают золотодобывающие. После ажиотажных покупок драгоценных металлов осенью 2011 года, цены на них стагнировали в течение 4 лет. Между тем, страхи сейчас ушли в прошлое. Короче говоря, рынок золота падал очень долго. И сейчас золото начинает расти в цене. И если Россия и Турция уже имеют достаточную долю резерва в золоте, то такие инвестиционные гиганты, как Китай или Саудовская Аравия, еще пока толком и не начинали покупать драгметалл. На фоне цикла ужесточения денежной политики в США можно ожидать, что спрос на золото со стороны центральных банков для хеджирования глобальной инфляции будет только возрастать. Посмотрите, крупнейшие мировые международные резервы и доля золота в них. Китай на первом месте по международным резервам доля золота 2,3%. Международные резервы Китая только на 2,3% в золоте. Остальное это американские казначейские обязательства. Китай будет покупать золото. Япония 2,5%, только 2,5% в Японии в золоте. В ЕС почти 50% международных резервов стран ЕС находятся в золоте. В Швейцарии 5,4% только золота. В Саудовской Аравии 2,6%. В США международные резервы в золоте. А зачем им покупать собственные казначейские обязательства? Они прекрасно знают, что это бумажки. 72% США международных резервов имеют в золоте. В России 16,4%. Немало. Индия 5,7%. Тоже немало. Корея. Южная Корея 1,1%. Бразилия 0,7%. Сингапур 2%. Таиланд 3,4%. Мексика 2,7%. Великобритания 7,7%. Индонезия 2,5%. Турция 14,9% в золоте. Я думаю, что сейчас у Турции и у России процент золота должен увеличиться. Расчеты производились при стоимости базовых активов. Стоимость зафиксирована. И сейчас посмотрим, когда нота стартует. Насколько я понимаю, она уже стартовала, но ее можно купить на вторичном рынке. Возможно. Так, здесь не видно. Сентябрь 2018. Ну, насколько я понимаю, что она уже открыта, но на вторичке можно купить данную ноту. Для того, чтобы ее приобрести, надо обратиться, ну, либо ко мне, лучше к Максиму Кошелеву из Открытия Брокер. И, в общем, он оформит. Это те, кто... Постоянные подписчики моего канала. И те, кто записался на канал, так сказать, ну, Биржа для Чайников, это, как бы, Максим, наш с вами менеджер. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Вот. Ну, если вы не там, то можно, в общем сказать, открыть и брокер просто. Вот. Данную ноту, данное описание в PDF я могу вам скинуть, если вы напишите мне соответствующее обращение по e-mail. Вот. Еще раз смотрите. Цены на золото начинают расти. Только-только начинают расти. Эта нота автоотзывная на акции золотодобывающих компаний крупнейших. Поговаривают, что, возможно, начнется какой-то кризис. Ну, поговаривают, что он начнется не раньше, чем через год-два. Нота на три года. Кто его знает, может быть, и раньше начнется. Но с акциями золотодобывающих компаний все будет в порядке. Уж точно. И, скорее всего, эта нота закроется досрочно. По причине выхода этих акций скорее вверх, чем они упадут. То есть, упасть они, ну, вряд ли могут. Поэтому очень хороший продукт. Прямо вообще мне так нравится. Вот. Денег просто не хватает для его покупки. Безусловный. Безусловная выплата купона. Больше 10% годовых в валюте. Обращайтесь. На сегодня все. С вами был Демятков Юрий. Безусловный. Безусловный.